Юрий Болдырев «Один луч света, и тот мытарь». Мнение. Власть 19 января 18.32 Юрий Болдырев «Один луч света, и тот мытарь». О премьере мытари при президенте Натариусе во главе Госсовета не в нашем районе. Юрий Болдырев. Комментариев просмотров 2415. На фото. Президент РФ Владимир Путин и Михаил Мишустин. Слева направо, во время встреч в резиденции Бочаров-Ручей, 2018 год, фото, Михаил Мицель, ТАСС. Как известно, «Один луч света» был в прежнем правительстве известной несгибаемой страны главный местный мытарь. Как это и положено в клептократиях, с женой исключительно талантливым бизнесменом. Кстати, чуть не забыл традиционное в защиту издание, внутри страны, понятно бурные аплодисменты, главный мытарь. Мол такую умную, насквозь электронную налоговую систему создал мышь не проскочит. Но, согласитесь, хоть какое-то отражение инопланетным разумом очередных блистательных побед власти над народом ведь тоже нужно. Итак, к несгибаемым. Что называется, картина маслом, правительство было замечательное, работало отлично, претензий у верховного правителя никаких. И вдруг взял и выкинул. Да нет, скажете, не выкинул, сами ушли? Ну-ну, сами. У несгибаемых это называется добровольно и с песнями. И это как нам долго доказывали провластные псевдопатриоты. При президенте-нотариусе, у которого, мол, совсем нет полномочий, и потому он вынужден терпеть проклятых прозападных либералов. А президент, которого нам так старательно выдавали за нотариуса, еще и жестко указал на место прежнему премьеру, столь стремительно отстраненному. Сами посудите, столько было обсуждений, куда этого сверхэффективного, каждое его слово, как известно, в граните отливалось, управленца назначить, то ли на какой-то объединенный высший суд, то ли еще куда. Выборы 2021, Единая Россия готовит в соперники любителей танчиков, КПСС и Шнура Кремль, чтобы сохранить власть, намерен превратить голосование в Госдуму в карнавал. И все это сразу после рассказа о вожделенных поправках в Конституцию, после которых парламент и правительство станут еще важнее, а президента, напротив, лихо окоротит некий будущий госсовет. Согласитесь, тоже непонятно, к президенту претензий, вроде, нет, во всяком случае, у собравшихся заслушать послание. А претензии всех прочих кого интересуют? Тогда зачем же его окорачивать каким-то еще госсоветом? Кто-то возмущается, это тихий антиконституционный переворот. Другие, напротив, в восторге, мол, это бескровная революция. Ну, к этому еще вернемся и обсудим суть предложений по доведению нашей Конституции до совершенства. А пока это лишь в проекте, вернемся к новому правительству в лице одного его председателя. Насколько можно судить по отголоскам, не все самые серьезные вопросы ребром перед ним, в ходе обсуждения его кандидатуры, решились поставить. Что ж, попробуем дополнить, по возможности, деликатно. Можно было бы, кончено, и прямо в лоб, мол, в изоэкономическое развитие страны, пребывающей практически в стагнации уже десятилетия, или против. Но это слишком грубо. Попробуем аккуратнее. Например, нельзя ли узнать, разделяет ли вновь выявленный выдающийся бизнесмен супруга нового премьера мыторя мнения большинства российских производственников и предпринимателей, что именно чрезмерная налоговая нагрузка, в том числе, чрезвычайная вплоть до прямого необоснованного вымогательства администрирования и сбора налогов вышла на второе место, на первом отсутствие платежеспособного спроса населения, среди всех препятствий нашему экономическому развитию, опередив даже проблем и нехватки оборотных средств и доступных кредитов. А также согласна ли она с тем, что за фактор, вышедший на первое место отсутствие платежеспособного спроса мы также должны благодарить, в первую очередь, налоговую удавку, лишающую граждан средств на реализацию даже минимальных потребностей, а предприятие источников средств на развитие, на закупку оборудования и технологий, да даже просто на зарплату работникам. А если разделяет, то гордится ли успехами супруга в деле удушения всего, что в несгибаемой стране еще способна шевелиться? Ладно, супруга, допустим, несмотря на все беды, свалившиеся на ее чистый и возвышенный бизнес со стороны ненасытных мытарей, тем не менее, к мужу может быть необъективно. Стонет, наверное, корчится под давлением мытарей, наравне со всеми прочими российскими предприятиями и бизнесменами верите в такое? Вынуждена даже суперинновационный бизнес-бар Вихолок Шериденсинг забросить, но мужа прощает. Но президент глава несгибаемого государства неужто и он не в курсе истинных достижений своего сатрапа? Например, что рост налоговых доходов в стране достигнут на фоне падающей экономики уже десяток лет падающей. Но если сами производственники и предприниматели называют налоговую удавку уже среди главных препятствий развитию, неужто национальный лидер не начинает подозревать такого своего ревностного служаку в элементарном вредительстве? Почему-то нет, напротив возвышает. Остается предположить, это за то, что мытарь в ногу со временем идет, с электроникой и вообще с цифровой экономикой дружит, а в своем налоговом ведомстве так и вообще цифровое чудо сотворил. Что ж, значит, никак не обойти достигнутый главным мытарем на прежнем посту вожделенный электронный налоговый рай. Тут в телевизоре все в полном восторге, это же надо за ограниченное время пройти такой путь. Подсказываю, почти, как любой самодеятельный интернет-магазин, но только без столь грандиозных государственных инвестиций, а также, что принципиально важно, с существенно меньшим количеством явных ошибок, которые почему-то всегда исключительно против налогоплательщиков. Закрадывается подозрение, что все те, кто поет сейчас о санну достижением главного мытаря, сами налоговые декларации не заполняли или, как минимум, сами никаким имуществом не владеют. Откуда такая уверенность? Да очень просто. Есть вещи, которые каждый, кто с ними сталкивается, считает единичными недоразумениями и своими личными проблемами, и пытается решить в индивидуальном порядке. Но достаточно поделиться своей личной информацией с другими, и тут выясняется, что проблема общая и типичная. В частности, под блистательным руководством главного мытаря, ныне вознесенного до председателя правительства, на протяжении уже ни одного года счастливым гражданам несгибаемой страны налоговое уведомление вовремя не приходит, но затем выясняется, что уже идут пение и штрафы. Самые дерзкие, знаю конкретные примеры, когда срок уплаты уже наступил, рискуют обратиться непосредственно. Не умея, видимо, по достоинству оценить электронный налоговый рай пешком в свою налоговую инспекцию. И получают ответ, а на вас уведомление еще не сформировано. Медведев, Топелин, Скворцова, токсичных авторов пенсионной реформы подвергли порки Кремль в условиях транзита власти спешит назначить виноватых и обелить Путина. Но такую статистику, по существу, организованного преступного деяния, собрать некому. Тем не менее, свидетельствую, и сам с подобным методичным ограблением по ошибке столкнулся, и вокруг себя знаю уже множество аналогичных случаев. Что называется, случайность? Не думаю. Хотя, что мы о нем так долго? Неужто он так уж хуже премьера прежнего? Вряд ли. Но и смену правительства подобное называть не стоит. Скорее не более, чем отвлекающий маневр. Единственное, что, похоже, не является отвлекающим это неожиданное снятие бывшего премьера и пристегивание его затем жестко к ноге главного властелина. Но истинные причины этого то ли и впрямь осмелился заговор затеять, то ли кому-то что-то почудилось нам неизвестны. Отвлекающие же это шоу известно, отчего? План реализуется, как и на елку влезть, и не уколоться. И царем остаться навсегда, и в прямом нарушении Конституции обвиненным все так и не быть. Ведь изначальная Ельцинская Конституция была для чего? Чтобы грабить страну безнаказанно. Затем, при нынешнем президенте, ее и все законодательство еще подправили, чтобы грабить было вольготнее и даже как бы законно. Теперь настал черед новых поправок, чтобы никто другой у прежних грабителей экспроприировать ничего уже не смог никогда. Так неужто не клевещут и впрямь антиконституционный переворот? Зачем? Никакого переворота, во всяком случае, сейчас. Карт-бланш Мишустина у холодильники бедных не наполнит. Собирать налоги это одно, а развивать экономику совсем другое. Строго говоря, армянский вариант закрепления власти за собой навсегда простым перемещением центра власти от президента в парламент ничем не хуже казахского с Госсоветом. То, что в Армении он не прокатил дело не в дефекте этой схемы обмана народа, а в самом народе, который с ней не согласился. Отчего же теперь у несгибаемых такая настойчивость и приверженность именно Госсовету, который внедрить, не затрагивая основы конституционного строя, более или менее законно никак невозможно. «Подозреваю, все просто. Когда в Зените были исключительно США, последнему главе СССР захотелось быть именно президентом. И позднее, политическому деятелю пониже рангом, уже на российском уровне, будете смеяться, но во что бы то ни стало захотелось быть именно госсекретарем, пусть даже и параллельно с реально действовавшим министром иностранных дел. Теперь взошла звезда Китая и уж очень хочется, чтобы как в Китае, и править в роли именно председателя Госсовета. Как объяснить, что китайское величие не в Госсовете, но в политической воле лидеров и народа, стремительном развитии промышленности, транспорта, науки? Так, может быть, все-таки, отбросить мартышки на очки и за другое взяться. За наведение порядка, пресечение разворовывания страны и возрождение своей науки и промышленности. Новости политики. Большой брат Мишустин пересчитает в кошельках населения каждый рубль. Власть, Путин навсегда. Конституционная реформа оставят президента на вершине политического олимпа.